Добрый день дорогие учащиеся, уважаемые родители и телезрители. Сегодня у нас пройдет урок практикум по решению задач с физическим смыслом единого государственного экзамена по профильной математике. Итак, урок практикум пройдет у нас необычным образом. Уважаемые учащиеся, вы сперва должны отсканировать или сфотографировать следующий QR-код. После того, как вы просмотрите данный урок, вы можете приступить к решению задач. Итак, начинаем. Первая задача. После дождя уровень воды в колодце может повыситься. Мальчик измеряет время падения небольших камешков в колодец и рассчитывает расстояние от поверхности земли до уровня воды по следующей формуле. Где аж у нас расстояние в метрах? Т это время падения в секундах. До дождя время падения камешков составляло 0,8 секунд. Насколько должен подняться уровень воды после дождя, чтобы измеряемое время изменилось на 0,1 секунд? Итак, давайте рассмотрим поподробнее. У нас имеется колодец. Мальчик бросает в колодец камешки. Изначально время падения камешков составляло 0,8 секунд. После выпадения дождя уровень воды в колодце повысится. И время падения камешков изменится на 0,1 секунд. То есть оно будет составлять 0,7 секунд. Итак, перейдем к решению данной задачи. Сперва обозначим следующее значение. Пусть 0,0 секунд. Пусть это высота у нас будет h. Сперва найдем высоту до выпадения дождя. h, 5t в квадрате. Подставляем вот эту формулу. 0,8. Все это в квадрате. 0,8 в квадрате у нас будет 0,64. И 0,64 умножаю на 5. Можно сделать это следующим образом. Записать следующее выражение, числовое выражение в виде дроби. И домножить. 64 на 5. Это будет 320. Деленое на 100. Это у нас равно 3,2 секунд. То есть, данная высота h у нас равно 3,2 секунд. А теперь вычислим высоту после выпадения дождя. h, 2 напишем. Итак, h2 равно, тоже используем эту формулу, 5 умножаю на 0,7 в квадрате. Это у нас будет 5 умножить на 0,49. То есть, 5 умножаю на 0,49. Это у нас равно. 5 на 40 это будет у нас 200. 5 на 9 это будет 45. Тогда у нас равняется 245 деленное на 100. То есть, если разделить, то получается 2,45. То есть, изначально у нас высота равнялась 3,2 до дождя. После дождя высота стала 2,845. Изначально до дождя высота составляла 3,2. После дождя высота стала равна 2,45. То есть, вычитаем из этих двух высот и находим разницу. 3,2 минус 2,45. Это можно решить столбиком, а можно решить и так. Я с помощью столбика напишу 3,5. Считаем. 5. 11 минус 4 это будет 7. И 0. 0,75. То есть, разница высоты до выпадения дождя и после выпадения дождя равняется 0,75. Итак, эту же задачу можно было решить следующим образом. Обозначить данную высоту, изначальную высоту как h. Это высоту как h1. А разницу вот здесь обозначить как h2. И для того, чтобы найти h2, необходимо было вычесть из h, первоначальной высоты, вычесть высоту h1 и записать следующим образом. То есть, 5 умноженное на 0,8 в квадрате минус h1 это у нас 5 умноженное на 0,7 в квадрате. И после вычислений мы придем к тому, что это будет равно 0,75. Вторая задача. Высота над землей подброшенного вверх мяча меняется по следующему закону. Где h расстояние в метрах, t время падения в секундах, сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 10 метров. Итак, у нас имеется мяч. Мы его подбрасываем вверх над землей. И нам необходимо найти время, время, которое мяч будет находиться на высоте не менее 10 метров. Если мы нарисуем график, построим график квадратичной функции, то у нас, в соответствии с условием задачи, конечно, у нас график функции приобретает следующий вид. Тут h это высота, а внизу это время. То есть, нам необходимо найти время, когда мяч будет находиться на высоте не менее 10 метров. То есть, вот эту высоту мы должны найти. То есть, время. Вот. Мяч будет... Это у нас траектория движения мяча. И мяч будет находиться на высоте более 10 метров. Ну, приблизительно у нас... Ну, конечно, по данному графику невозможно сразу определить. Поэтому мы решим ее, ну, составим математическую модель данной задачи. Итак, для того, чтобы вычислить... Решить данную задачу необходимо решить следующее неравенство. Квадратное. Не менее, больше или равно 10 метров. Итак, решая все, переносим в левую часть. 14t минус 5t в квадрате минус 10. Больше либо равно 10. Итак, подобные слагаемые. Минус 5t в квадрате от... Плюс 14t и минус 10... Минус 8 получается. Больше либо равно 0. Дальше продолжаем решать данное квадратное неравенство. Дискриминант. 14 в квадрате это у нас будет... 196 минус 4 умноженное на минус 5 умноженное на минус 8. То есть 14 в квадрате это у нас 196. Вычисляем. Минус 4 умножаю на минус 5 получается плюс 20. Плюс 20 умножаю на минус 8. Получается минус 160. Вычитаю. 36 или 6 в квадрате. Находим Т первое и Т второе. Первое время. От минус 14 плюс 6 деленное на 2 умноженное на минус 5. А сверху у нас приравнится к минус 8. Минус 8 деленное на минус 10. Минус 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 на минус дает у нас плюс. Тогда это... Первый корень будет равен минус... Ну плюс 0,8. Т второе. Минус 14 минус 6 минус 6 минус 10 минус 20 деленное на минус 10 дает нам двойку. Итак, то есть, решая вот это неравенство, берем точку 0,8 и двойку. Закрытые точки, поскольку у нас имеет знак равенства, неравенства. Можно решить следующим образом, методом интервала, подставить тройку, взять тройку и подставить сюда. Тогда здесь у нас будет знак 3 в квадрате. Это дает нам 9. 9 на 5 минус 45. 14 на 3 это будет 42. И все это дает нам знак минус, плюс и минус. Берем положительное число и положительное неравенство. То есть, ответ у нас будет... Данного неравенства будет выглядеть следующим образом. Т принадлежит от 0,8 до 2. То есть, мяч будет находиться на высоте не менее 10 метров. Вычитаем из двойки. Вычитаем 0,8. То есть, мяч будет находиться на высоте не менее 10 метров. 1,2 секунды. Уважаемые учащиеся, до следующих встреч.